Наш сегодняшний гость Виктор Корсун. Виктор. Всем привет. Привет. Я напомню нашим зрителям, что наше движение «Свобода Alliance Australia New Zealand» появилось в этом году достаточно спонтанно на волне протестных митингов, которые проходили в России, и акции «Солидарности», которые мы решили организовать здесь, в Мельбурне, в Сиднее, в Перте, Аделаиде, Окленде, Веллингтоне, Канбере. За первые 4 месяца этого года у нас прошло 4 или 5 акций, но Виктор присоединился к нам уже после этих акций. И вот мой первый вопрос таков. Виктор, как ты вообще узнал о нашем движении? Ты сам из «Голд Коста», где такие уличные акции «Солидарности» не проходили. Как ты вообще узнал про нас, про наше движение? Да, Петр, я на самом деле на Фейсбуке раньше, где-то месяцев 5 назад, в этом году, увидел такую петицию, где ты собирал подписи против трансляции в Австралии канала НТВ. А канал НТВ транслируется по СБС один час в неделю. Для меня это вообще было такое, знаешь, удивление, когда я узнал, что австралийское правительство транслирует, по сути, помойку и рупор пропаганды в Австралии здесь. То есть это довольно странно, выбор этого канала. И, конечно, я против того, чтобы НТВ транслировалось в Австралии, потому что люди, кто здесь рождаются, люди или кто здесь уже долго живет, они оторваны от политического контекста в России. И они судят о происходящем в стране по различным источникам информации, в том числе и по вот этому каналу СБС. Понятно. Большое спасибо тебе за то, что ты поддерживаешь, поддержал нашу инициативу. И ты сразу же принял мое предложение присоединиться, стать координатором в Голдкосте. Какова была твоя мотивация? Почему ты решил не только подписать петицию, но еще стать организатором вот такой оппозиционной деятельности у себя в городе? Петр, ну это громкие такие слова, организатор и координатор. Я все это рассматриваю просто как некоторое интересное дело. И я чувствую некоторую свою ответственность тоже за судьбу страны. Ну и в целом это хороший способ встретить единомышленников. То есть я не подходил к этому, знаешь, как такое официальное занятие, официальная должность координатор каких-то акций или протестов или еще чего-то. А скорее просто зов души некоторый. И мне этим нравится заниматься в свободное время. Да, мне кажется, остальные координаторы точно так же смотрят на эту деятельность. Это гражданский активизм. Мы воспринимаем как вот зол души. У нас болит душа, поэтому мы этим и занимаемся. И мы решили для себя, что мы можем уделять час времени в неделю или побольше, чтобы созваниваться, чтобы обсуждать какие-то наши планы, дальнейшие наши действия. Расскажи немного про себя. Как ты оказался в Австралии и чем ты занимался в России? Ты где жил? Что ты делал? Какова твоя профессия? В Австралию я приехал в 2015 году после 8 лет получения визы. Я пытался визу получить с 2006 года, там больше 8 лет, 8 с половиной. И у меня постоянно не получалось, потому что я сразу решил пойти по сложному пути, получить независимую визу, сразу пиар. Хотя много, кого я здесь знаю, не приехали либо по рабочей визе, либо по студенческой. Но вот я как-то сразу пошел по тяжелому пути. И у меня не получалось то английский сдать, то опыт работы у меня был нерелевантен, то еще что-то. И они постоянно еще повышали требования, постоянно баллы повышали. Но в итоге все сошлось, и я переехал. Почему Австралия? Ну, для меня уже в начале 2000-х годов было очевидно, куда движется страна. И когда Путин пошел на пожизненное, как Парфенов говорит, то, в принципе, уже вопросов не было. То есть было понятно, что страна превращается в некоторое подобие Китая или Северной Кореи. И этот процесс ускоряется сейчас. Ну, и с одной стороны, конечно, с одной стороны, знаешь, все-таки я страну люблю, и там все родственники, родные, история, и очень жалко уезжать. А с другой стороны, я чувствую ответственность свою личную за судьбу своих детей, за судьбу своего рода. И я чувствую ответственность тоже перед своими предками, что вот я не хотел бы, чтобы мои дети росли в Северной Корее в эпоху гражданской революции. Поэтому я принял решение уезжать. И еще я этот вопрос, знаешь, как рассматривал, как вот дерево, да, и дерево там, не знаю, плоды под собой роняет. И чем дальше плоду катится, тем, в принципе, для дерева лучше. Поэтому я рассматриваю, вот, не знаю, свой переезд, как самое лучшее, наверное, что я могу для рода сделать, потому что мы в другой точке земного шара дадим начало новой династии семейной. И, ну, прямо это мега круто. Вот с этой точки зрения переезд, мне кажется, очень таким важным делом. Это мотивация, почему переезжать, да. Теперь, почему Австралия. Когда я принял решение уезжать, я открыл список стран, ассортировал их по рейтингу развития человеческого потенциала ООН. И это такой сложный рейтинг, куда входит продолжительная жизнь средняя, уровень коррупции ожидаемый, уровень преступности, образования, медицина и так далее. И на первом месте тогда, по-моему, была Норвегия. А в Норвегии люди говорят на каком-то непонятном языке. Там очень холодно. И это, ну, как-то не мой выбор. Я люблю, где тепло и чтобы говорили хотя бы по-английски, да. На втором месте тогда была Швейцария. Ситуация аналогичная, но там вообще океана нет. И на третьем месте была Австралия. И когда я почитал про Австралию, я просто влюбился в эту страну. Ни разу до этого не был в стране, но я собрал информацию и стал готовиться к переезду. Вот так. Я также и машину выбираю, и, скажем, все остальное. У тебя очень такой интересный системный обстоятельный подход. Чем же ты занимался профессионально? Мне кажется, это есть какая-то связь с твоей профессиональной деятельностью, твой подход к эмиграции. Петр, я программист. Да, у меня такое логическое мышление, логический склад ума. В России я занимался разработкой игр. Мне повезло, я работал в компании ZiptoLab с 2012 года по 2015, вот до момента своего переезда. И работал над многими интересными играми, которые знает сейчас практически каждый школьник. Ну или, наверное, уже учащийся, возможно, университета, потому что все-таки продукты старые. Им уже скоро, ну им 10 лет уже, больше 10 лет. То есть они вышли 10 лет назад. И вот мне повезло, посчастливилось, да, работать над этими продуктами. И, собственно, это служило хорошим началом моей дальнейшей карьеры и профессиональной деятельности. А когда ты приехал в Австралию, ты чем начал заниматься? В Австралию мы приехали в 2015 году, как я сказал, и у меня не было никакого приглашения на работу, ничего. То есть мы приехали, у нас было с собой денег 400 тысяч рублей после продажи автомобиля. И на эти деньги мы рассчитывали найти жилье, найти работу и устроиться здесь. Что по тому курсу, я уж не помню, сколько там, но это, наверное, 10 тысяч долларов было. То есть, в принципе, если бы сейчас мне про это рассказать, я бы подумал, что человек сумасшедший. Вот, но тогда я не понимал, знаешь, того пути, который предстоит пройти мне. И после приезда в страну я пошел на собеседование в компанию Halfbrick. Она находится в Брисбоне. Это единственная компания сейчас в Австралии, кто делает мобильные игры знаменитые. И кто близок по профилю к компании ZiptoLab, где я работал до этого. Я после приезда в Австралию пошел на собеседование где-то через 2 недели. И меня на собеседование попросили больше на собеседование никуда не ходить. Потому что меня берут с тем условием, что я больше никуда не пойду на собеседование. Чтобы, наверное, не перекупили. Зарплату я попросил тогда по местным меркам хорошую. Но, скажем, они опасались, что я попрошу где-то больше. И да, я вышел на работу примерно через месяц после переезда своего. То есть 2 недельки мы еще погуляли, скупались в океане. Нам хватило этих денег как раз, чтобы где-то пожить, снять жилье. И я вышел на работу 1 ноября 2015 года. Круто. Это очень необычный опыт переезда в Австралию, мне кажется. Интересный будет, мне кажется, многим. А сейчас ты продолжаешь в этой же сфере работать? Ты работаешь программистом? Как у тебя обстоят дела? Слушай, я работал в компании Hellbrick до конца 2016 года. Потом я перешел в другую компанию на позицию консультанта. Работал с ними 2,5 дня в неделю. И все остальное время развивал свой бизнес потихонечку. И в 2016 году бизнес был запущен. А в 2017 году я устроился в компанию ZOOX. Это американский стартап, который основан, кстати, австралийцем. Тим Кентлэклей. Вот сейчас, пока я говорю. Наши зрители видят фотографию этого предпринимателя, видят этот проект. И когда я проходил собеседование в эту компанию в Америке, в Калифорнии, в компании было 80 человек. Когда я вышел туда работать, в компании было уже 250 человек. А когда я уволился, в компании было больше 1000 человек, и компанию купил Amazon. Стартап ZOOX занимается, ну это уже не стартап, это уже корпорация. На тот момент стартап занимается созданием беспилотных автомобилей. И ты знаешь, у меня это с детства была мечта. То есть я, когда в возрасте 11 лет посмотрел второго Терминатора, я понял, что я вот прямо, ты знаешь, визуализировал, Петр, эту картинку. Помнишь, там такой темнокожий программист живет в доме, у него бассейн, пальмы, у него сын бегает с радиоуправляемой машинкой, а он сидит на диване и создает искусственный интеллект. Надо пересмотреть. Настолько картина мне врезалась в мозг, что я, знаешь, все свои решения в жизни, вот абсолютно, да, я принимал с учетом этой далекой цели впереди. То есть я к ней шел с 12 лет там до 30, сколько мне тогда было, 34, наверное. Ну вообще всю жизнь я как-то вот детские свои цели реализовываю. То есть я поставил себе цели и потом к ним следую. И ты знаешь, у меня пазл сложился. То есть я полностью, полностью эта картинка стала моей вот жизнью. Один в один. Пальмы, дом, бассейн, работаю над искусственным интеллектом. Ты знаешь, вот просто один в один. Один в один сошлось. И компания ZUX. Я был единственный сотрудник, кто работал удаленно. Вот на момент закрытия тоже там было тысячу, я не помню, 1200, наверное, человек. И компания ZUX открыла в Австралии офис. И я был в этом офисе единственный сотрудник. И они меня хотели перевезти в Калифорнию. И у нас с ними был такой договор, что я после получения визы иммиграционной переезжаю в Калифорнию. Но когда я в Калифорнию поехал тут же в 2017 году, как я устроился, я был очень разочарован в Калифорнии и в Штатах в целом. Ты знаешь, потому что после жизни в Австралии на протяжении двух лет я увидел, что уровень жизни радикально отличается от австралийского. В Штатах общество разделено на два, ну, по крайней мере, в Калифорнии, на два не пересекающихся слоя. Есть сотрудники IT-корпораций, кто живет в отдельном своем изолированном мире, кого на работу перевозят на бронированных автобусах, потому что в эти автобусы кидают камнями, бутылками. Там чуть ли не пулеметы устанавливают на этих автобусах. То есть это прямо настоящий Готэм-Сити. Ну, я не думал, что Сан-Франциско и долина, она вот так выглядит. А еще, когда мы... Я когда проходил собеседование в Калифорнии, да, вот в Пал-Альто офис... Нет, не в Пал-Альто, он тогда находился в Меллопарк офис. Ну, неважно. Знакомое место. Да, я когда проходил собеседование, я после этого, поскольку приехал в Америку, и, собственно, мечта моя вот уже здесь рукой подать, да, я решил покататься по Штатам и хотел пожить в Сан-Франциско несколько дней. И я арендовал там, ну, поскольку там жилье стоит безумных вообще баснословных денег, в Калифорнии я арендовал в Сан-Франциско хостел, но в центре города. И район назывался Тендерлоин. Если кто знает, кто был в Сан-Франциско, это просто самое днище. То есть это просто вообще там... Исторически это дно, потому что там раздают бесплатную замену наркотикам, там есть какие-то центры для наркоманов, и там, в общем, полный трындец. Это жесть. Там улица, Турк-стрит называется, в центре города. И на этой улице каждый практически день убивают человека из огнестрельного оружия. Вот просто с водкой, знаешь, каждый день. Машины там постоянно разбивают. Короче, это полная жесть. Не знаю, я когда это все увидел, я захотел сбежать из страны обратно в Австралию. Но потом я поехал в Лос-Анджелес, потому что, ну, я все распланировал. В Лос-Анджелесе там ситуация не лучше. Конечно, рушатся все мечты, знаешь, когда вот у тебя есть в голове какая-то картинка, и когда ты сталкиваешься с реальностью. Потом мы поехали в Лас-Вегас. Лас-Вегас мне понравился. И потом мы приехали в Нью-Йорк. Про Нью-Йорк тоже у меня впечатления такие смешанные. Тогда еще был не самый лучший сезон, когда посещать его. И я улетел в Австралию и понял, что в Америку переезжать не буду. И стал потихоньку готовить менеджмент компании, что я буду продолжать работать удаленно. В общем, такая интересная история. Да, кстати, я сам в Штатах проучился 7 лет. У меня аналогичные впечатления о стране. И вот эта расслоенность общества, огромная разница между жизнью обычных людей, которые реально приходят им перебиваться, как-то не имеют медицинской страховки и так далее. И очень богатых людей это меня очень сильно отталкивало. Мне кажется, в смысле такой социальной справедливости Австралия не без проблем, но Австралия гораздо более благополучное государство. И здесь, конечно, жить и легче, и приятнее. Я рад, что моя жизнь так сложилась, что я оказался здесь, в Австралии, хотя и не мечтал сюда попасть. Сто процентов. А ты где учился в Америке, Петр? Я учился, первый раз я поехал в школе еще учиться по программе по обмену в 94-м году. Это был маленький городок в штате Миссури. Тысяча человек. Я жил на ферме вдалеке от самого городка. То есть это был такой культурный шок. Потом я в 99-м году поехал продолжать свою учебу. После четырех лет в университете в Самаре я поехал. И опять в Миссури, штат Миссури, Сент-Луис. И там я проучился до 2006 года. Бакалавр, магистр, АПХТ. То есть все уровни. Ну да, ну и была возможность у меня поездить по стране. А потом уже профессионально я в Сан-Франциско не раз ездил по работе. В нашей компании там три офиса в Сан-Франциско. Поэтому я последние несколько лет раз-два ездил туда. И тоже такое впечатление было удручающее. Видеть бедность, видеть бездомных людей, наркоматов и так далее. В самом центре города вроде бы тут все красиво и так далее. И такие виды знакомые. И при этом такая бедность это очень сильно удручает. Ты знаешь, у меня с друзьями тоже дискуссия на этот счет. И я смотрел, куда уходят налоги в Австралии. Ну то есть в Австралии каждый налогоплательщик раз в год получает и за то выписку, что ваши налоги ушли вот сюда-то, сюда-то, сюда-то. Здесь welfare, здесь здравоохранение, здесь образование и так далее. И две мысли на этот счет. Во-первых, первая мысль, что в России, когда люди платят налоги, в России специально сделано, что налоги платит работодатель, не человек. Человек каждый. Да, они не видят, сколько денег уходят на налоги. Хотя уходят... Я, честно говоря, уже не помню, потому что давно вот с российской финансовой системой плотно не взаимодействую, но я помню, что там налог на доходы физических лиц, есть потом социальный налог, пенсионный, налог на прибыль в компании. И суммарно количество вот этих всех налогов, да, оно получается сопоставимо с налогами в Австралии на самом-то деле. И в Штатах та же самая история. Но если посмотреть на разбивку налогов в Штатах, куда они идут, там колоссальная часть идет на оборонку. Колоссальная. Просто на военную. А в Австралии эту часть пускают на социалку. И ты знаешь, я для себя понял, что мне окей давать половину зарплаты, но на улице, чтобы ездили чистые автобусы, чистые трамваи, блестящие, новенькие, да, на станциях, чтобы на всех свет горел, роднички с водой были везде, чтобы не было бездомных людей на улице. То есть я вообще с удовольствием половину зарплаты отдам, потому что в другой любой стране я все равно буду отдавать половину зарплаты, но куда эти деньги пойдут? Они пойдут либо на яхту, да, либо они пойдут на кучу солдат, которые будут в какой-то стране там что-то делать 20 лет. Вот. Поэтому мне кажется, что австралийская социальная система – это одна из лучших в мире. Вот мое прям глубочайшее убеждение, что и здравоохранение должно быть бесплатным, хотя я абсолютно не коммунист, да, не социалист, но я считаю, что базовые потребности у людей должны быть удовлетворены. То есть потребность безопасности, чтобы на улице никто по башке не дал, чтобы двери не надо было закрывать, чтобы машину можно было открытой оставлять и не бояться, что там стекло разобьют ночью, да, чтобы ты не боялся, что ты заболеешь и останешься без средств к существованию. Ну, вот самые просто базовые потребности у людей надо удовлетворить, а дальше люди все сделают сами, с удовольствием, потому что у них будут уже другие цели стоять в жизни, как самореализация, миссия, да, я не знаю, там, такие громкие слова, но как может быть миссия у человека, ну, прям по пирамиде, вот, масло, как можно думать про миссию, если ты думаешь, что у тебя ночью машину там вскроют. Австралия, это, мне кажется, сейчас самый лучший выбор для страны проживания, и я считаю, что Австралия очень сильно недооценена, и что сейчас происходит в Штатах, и что сейчас вообще во всем мире происходит в Австралии, мне кажется, это будет следующим прорывом, вот, там, не знаю, в течение ближайших 20 лет. А вот опыт жизни в Австралии как-то поменял твой взгляд на Россию, на события в России? Слушай, наверное, нет. Наверное, никак не повлиял. Я люблю анализировать и строить свои прогнозы относительно событий, которые в России происходят. И для этого я смотрю и первый канал, и второй канал, и читаю вот разные государственные, окологосударственные СМИ. Ну, мне просто интересно, к чему людей готовят, и куда их направляют, и, в общем, нет. Да, то есть тот вектор развития государства, который был очевиден на тот момент, когда ты уехал, страна просто продолжает развиваться по этому вектору, и ты видишь, что никаких существенных изменений нету в другие стороны, да? Абсолютно так, да. Изменений нет, и изменения, я считаю, сейчас невозможны. То есть страна, мне кажется, прошла точку невозврата, которая была в 2011-2012 году, когда были протесты на Сахарова, на Болотной, когда государство увидело, сколько людей вышло на улицу, и стало делать шаги навстречу прогрессивному обществу. Помнишь, и создали независимый канал, и там манифест был, который подписали журналисты, что будут освещать на государственных каналах и протестное движение, и оппозиционное. Естественно, это все подавили, и страна приняла курс на так называемое окупливание, да? В тот же момент в правительстве поняли силу интернета, и тогда и Волошин вошел в Яндекс в 2013 году, по-моему. А Яндекс, это, по сути, у людей стал источником информации. То есть, не Первый канал, да, не телевизор. Кто смотрит там уже совсем упоротые. Спасибо, Виктор, за рассказ о своей профессии. А не мог бы ты еще поделиться своими другими интересами? Чем ты еще живешь? Ну, я занимаюсь фридавингом. У меня хобби фридавинг. Я начал в России заниматься, и я люблю нырять в море. Как-то вот с детства, с детства любил нырять глубоко. И потом я понял, что есть такой спорт, называется фридавинг. Это, там есть куча разных дисциплин. Ныряние в длину, статическая задержка дыхания, ныряние в глубину. И мне нравится нырять глубоко. И поэтому, когда я переезжал в Австралию, я рассматривал тоже страну проживания, чтобы можно было регулярно ездить и нырять. В 2015 году я участвовал в чемпионате мира по фридавингу. И нырнул на 57 метров тогда. А лучший мой нырок это 66 метров в глубину. И после переезда в Австралию я как-то занимался больше обустройством быта, потом компанией, ну и вот всякими такими делами. А сейчас в последнее время опять потихоньку вернулся во фридавинг. И вот недавно мы ныряли тоже на полтинник. Ребята, кто ныряли, тогда они говорят, что это для них самая глубокая отметка, которую они достигли в океане. Потому что здесь условия такие не аквариумные, как в Дахабе, а все-таки там термоклин есть и поверхность не очень спокойная. Ну да, потихоньку занимаемся фридавингом. Вот кадры, да, моего нырка в Дахабе. Виктор, а не мог бы ты пояснить свою мотивацию участия в нашем движении? Что тебя привлекает и какие твои цели? Петр, я когда в Австралию приехал, как-то у нас, ну сначала сложился первый круг общения, второй круг общения, да, австралийцы, русские. И потом на Фейсбуке я вступил в такую группу замечательно, называется «Русские в Австралии». И я просто был поражен, что там происходит. Это просто адища какой-то, потому что постоянно какие-то, вот 15-20 человек, те же самые люди регулярно вбрасывают какую-то хрень, просто какой-то трэш, просто ад какой-то, что план Далеса, там, не знаю, какие-то рептилоиды, 5G, ковид, черти что вообще. И, ты знаешь, цели всегда это дестабилизировать обстановку в Австралии через массивное влияние на русскоязычное сообщество людей. Это однозначно боты, кремлеботы, однозначно тролли. И, ну, мы все прекрасно знаем, да, что там в этой группе творится. Конечно, вот, ну, из последних примеров, это нас закрыли на локдаун, давайте соберемся, выйдем на протест. Нас открыли, давайте соберемся, выйдем на протест. Там, что бы в Австралии ни происходило, всегда обязательно это надо встречать, знаешь, вот в штыки. Негативно. Негативно. И надо выходить на протест. То есть, раскачивать ситуацию, дестабилизировать для того, чтобы, ну, понятно, там, какие цели. Что, вот, посмотрите, как у нас, значит, и, как бы, и у них там тоже все тоже плохо. То есть, это ситуация такая, как бы, проигрыш-проигрыш, да. Вот, наверное, такая цель у этих сообществ. И администраторы этой группы, они, собственно, это все и делают. То есть, все группы на Фейсбуке, я считаю, да, где там больше 10 тысяч человек, если в России, а зарубежные там больше тысячи, обязательно кураторы сидят. Ну, и они, собственно, спускают по темникам, что писать туда. Я, ради интереса, вступил в группу, называется «Русские в Великобритании, русские в Америке». То же самое. И, мало того, даже те же люди постят. Представляешь? Это интересно. И я как-то, ну, вначале вот, когда только присоединился к этим группам, я вступался, вступал в полемику, пытался что-то, знаешь, объяснить, доказать. И налетают, там они привлекают людей. И, опять же, одни и те же люди налетают. Ну, и, собственно, кучу времени. Да, кучу времени своего тратишь. И я потом просто, знаешь, сдался и забанил чертям собачьим. Вот этот список людей. И как-то просто вся активность там стихла. И у неподготовленного, скажем, члена группы может возникнуть впечатление, что все русские, кто живут в Австралии, они ярые путинисты, они ярые державники и явные скрепники. И то, что Запад пытается, точнее, тайное правительство руками Запада пытается развалить последний оплот человечества в виде российского правительства и Путина, в частности. И это не так. То есть весь шум исходит от 20 людей, кто живет в России, кто там в лахта-центре, это все и пишет. А русских в Австралии на самом деле 60 тысяч человек. Это колоссальная цифра. И они не шумят. То есть большинство людей, они адекватны, но они не активны. То есть, ты знаешь, какие-то даже посты. У него охват, допустим, тысячи человек, 10 реакций и один комментарий. Вот так ведут себя адекватные люди. И мне кажется, что надо как-то поменять это впечатление, что все, как бы, такие, знаешь, полностью пробитые с дырой в голове, это не так. То есть в Австралии и Новой Зеландии 60 тысяч, это колоссальное число, 60 тысяч адекватных русскоязычных людей. Это очень много. Ну да. Но я думаю, не все с тобой согласятся, что все русскоязычные жители Австралии, они прогрессивны взглядом. Как показывает опыт, те люди, которые очень активно защищают Путина и ЕР в австралийских группах, среди них есть и местные жители, которые здесь уже давно живут. У них действительно каким-то образом сформировались такие взгляды. То, что есть какая-то координация, есть какие-то темники и так далее, какая-то волна идет от анонимных пользователей. Это действительно тоже есть, тоже присутствует. Петр, это же и является, собственно, причиной. Ты говоришь, каким-то образом сформировались взгляды. Они ведь не сами с собой формируются. Люди отрезаны от огромного пласта культурного слоя российского. И они создают свое впечатление просто по некоторым обрывкам информации, которая курируется. Вот и все. То есть нет альтернативной силы, кто бы этому процессу как-то мешал. Кто этим будет заниматься? В Австралии как бы свои интересы. А кто еще это будет делать? Ну да. Ну вот фактически мы и пытаемся это делать. Мы пытаемся что-то противопоставить. То есть те адекватные люди, которые хотят круг общения единомышленников, вот у них есть возможность к нам присоединиться. Безусловно, противостоять лахте-центру, пригорским троллям, это нереально. Обычным людям, у которых есть и семья, и работа, и так далее. То есть это периодически в свободное время, может быть, если есть мотивация, что-нибудь и напишешь. Но серьезно, конечно, противостоять этим троллям невозможно. Поэтому нужно создавать какой-то альтернативный круг общения, наверное. Ну что мы и пытаемся делать. Кстати, у тебя была интересная идея относительно создания сообщества неполитического. У нас вот группа так вот сложилась, что наша группа «Адекватная Австралия» – это все-таки более политические дискуссии на политические темы. А у тебя была идея относительно такого нейтрального сообщества. Не мог бы ты поделиться своим видением? Да, Петр, ну, собственно, мысль такая и есть, как ты сказал. Это сообщество русскоязычных людей, кто разделяет ценности австралийские, да, для кого переезд в Австралию. Это был сознательный выбор. Люди, кто отдают отчет себе в своих действиях и кто планирует свою жизнь, кто разделяет прогрессивные взгляды, свободу слова, свободу личности, свободу вероисповедания. Ну, собственно, все ценности, которые закреплены в Конституциях и которые закреплены в уставах, организации объединенных наций, все нормальные человеческие ценности. И да, я просто думаю, что вот эта сила, да, 60 тысяч человек, она большая, это большая сила на самом деле. Поэтому она контролируется из Кремля. И у меня была мысль просто создать сообщество людей, кто разделяет эти ценности и рассказывать друг о друге, и рассказывать про истории переезда в Австралию, рассказывать про достижения, какие люди в Австралии, скажем, достигают, да, и цели, которые люди перед собой ставят, рассказывать про истории людей русскоязычных в Австралии. Такого нет. Поэтому была такая идея создать группу, и мы эту группу создали, она называется «Моя Австралия», там сейчас 2000 человек, и вот хочется, чтобы это был такой ответ, да, скажем, кремлеботам. Поэтому все, кому это все близко, пожалуйста, вступайте в группу и рассказывайте про себя. Давайте говорить там не про политические темы, а про темы, которые нас всех интересуют, как жители просто Австралии, кто говорит по-русски, и с бэкграундом СНГ. Да, спасибо. Это действительно очень интересный проект, и мне он тоже интересен. Думаю, после выборов стоит заняться более плотно продвижением этой группы. Я хочу тебя спросить, вот ты сказал, что с твоей точки зрения Россия прошла точку невозврата. Сейчас у нас предстоят нам парламентские выборы, выборы в Госдуму. Ты считаешь, стоит ли в них участвовать? Нам, как иммигрантам, жителям России, какое у тебя отношение к ним, к этой процедуре? Я думаю, тут вопрос можно на два разделить, Петр. Первый – это можно ли сейчас изменить ситуацию или нет? И второй вопрос – это стоит участвовать или нет. Можно ли изменить ситуацию? Нет, нельзя. Стоит ли принимать участие? Да, стоит. Это единственное, что мы можем сделать, во-первых. А тем более, я считаю, стоит принимать участие на зарубежных участках, потому что люди, организаторы УИК, не так заинтересованы в обеспечении результата, как, скажем, в Российской Федерации. Поэтому, я думаю, стоит принимать участие только по той причине, что будет понятна реальная поддержка власти нашими согражданами. К сожалению, да, это будет явно только для жителей, кто находится за рубежом. Поэтому я бы призывал принять участие в голосовании, которое сейчас будет проходить. Но это, как такой, знаешь, некоторый просто манифест, чтобы сказать свою точку зрения, свой голос отдать. Конечно, это ничего не изменит. Я полностью с тобой согласен в этом смысле. И последний вопрос относительно голосования. Как ты относишься к стратегии умного голосования? У нас споры среди координаторов даже есть относительно этой стратегии. И среди оппозиционеров в России. А вот как ты лично относишься? Мое личное отношение поддержать эту стратегию, потому что, опять же, это единственный способ, которым я могу выразить свою гражданскую позицию. Вот и все. Да, не будут независимые кандидаты быть допущены голосования. Сделают все, чтобы и условно оппозиционные были тоже провластные. Но лучшего, к сожалению, сделать нельзя ничего. Поэтому я буду поддерживать. Большое спасибо. Мне наш разговор очень понравился. Мы осветили какие-то темы, которые я даже не планировал. Очень много поговорили про Америку, про Австралию. Мне кажется, эти темы... Всем нам, в принципе, очень интересны. Мы в какой-то степени, несмотря на то, что мы граждане России, граждане Австралии, мы еще и граждане мира, у нас очень широкий кругозор, мы интересуемся событиями в разных странах, анализируем то, что происходит. И, честно говоря, для меня, вот наше движение, которое мы организовали, это возможность общаться с интересными людьми. Еще раз хочу поблагодарить тебя. Мне было очень интересно с тобой сегодня поговорить. И надеюсь, что нашим зрителям тоже было интересно послушать. Я обещаю, что у нас будут еще интересные гости. Подписывайтесь на наш канал. И оставляйте комментарии, присылайте пожелания. Мы будем развиваться. Спасибо. Большое спасибо, Петр, взаимно. Было очень интересно пообщаться. Классные вопросы. К сожалению, мало времени было. Надеюсь, встретимся еще. Обязательно еще поговорим. Спасибо, Петр. Счастливо. Всем пока. Пока.